Правительство запускает новую кредитную линию для малого и среднего бизнеса под действующие ставки Банка России под 4,5 и 3% годовых соответственно. При этом отмечается, в случае изменения ключевой ставки, проценты за пользование займом могут пересмотреть. Постановление об этом подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений, ну либо запуск новых производств. В приоритетном порядке льготные кредиты получат предприятия МСП, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, а также логистики и гостиничного бизнеса. Срок действия программы составит 3 года, при этом кредит можно будет взять на 10 лет. Но и предполагается, что до конца года объем выданных займов по этой программе составит 50 миллиардов рублей. Средний чек потребительского кредита в Башкортостане вырос в июле на 24% и достиг 209 тысяч рублей. В России в республике отмечается самая высокая динамика роста среди других регионов страны. И это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Средний размер потреб кредита растет третий месяц подряд и почти вернулся на уровень прошлого года. А по словам аналитиков, это связано в первую очередь со снижением ключевой ставки Центробанка до 8% и последовавшим сокращением рыночных ставок. На фоне снижения ключевой ставки Центробанка мы наблюдаем рост среднего чека в потребительском кредитовании. Это нормально. Многие клиенты сейчас используют данную возможность для того, чтобы рефинансировать свои более дорогие финансовые обязательства. Ну и конечно на средний чек очень сильно повлияла инфляция. Те цели, под которые берутся сейчас потребительские кредиты, стоимость этих целей очень сильно отличается от того, что было ранее. Ну и в соседнем Датарстане средний размер потреб кредита вырос на 13,5% до 265 тысяч. В Краснодарском крае на 17 и 222 тысячи. В Москве и Московской области динамика не такая существенная. Плюс 3% и 3,5% соответственно.